Здравствуйте уважаемые друзья! В одном из фильмов я обещал как изготовить вот такой стример для ловли судака с очень хорошей огрузкой, так чтобы он самостоятельно работал как стример. Давайте приступим. Я для огрузки буду использовать остатки вот такие вольфрамового сердечника. Я уже заранее откусил сколько мне необходимо, подготовил и приступим к вязанию. Крепим нашу нить промазав клеем в цевьё. Доходим до края загиба. Крепим наш блестящий элемент в фольгу. Можно использовать люрекс. Но так как я стараюсь изготавливать все наши мушки с таким расчётом, чтобы материалы можно было использовать под руками, я использую материал из упаковки. Делаем подложечку, так как здесь будем наматывать, чтобы она была достаточно ровная. Уводим нашу нить, промажем клеем. И в натяжечку выполним здесь обороты. Так, чтобы дойти нашими виточками до края жала. Вот мы дошли, возвращаем нашу нить и здесь крепим. Закрепили, остатки удалили. Единственный элемент, который будет для вас составлять небольшой труд, это достать мех, крашеный из оленя хвоста. Но, с хвоста оленя. Но, учитывая, допустим, тот вариант, что можно использовать разный искусственный мех, можете использовать его. Большого значения не имеет. Этот стример я буду вязать несколько в другой технике, на уловистость абсолютно это не влияет. Берем щепоточку желтого меха, вот такого, с хвоста оленя. И я его креплю, подравниваю кончики, потому что это уже существенно. И я его креплю вот в этой точке. Подхватили, окончательно еще не приматываем. Беру щепоточку оранжевого. Совсем-совсем небольшую щепоточку. Промажем место крепления клеем. И так же мы, не перемешивая, крепим его здесь. Подхватили, пока не крепим. В завершение я опять возьму щепоточку меха с хвоста оленя желтого цвета. Или шортрес, как он будет получаться в покраске. Теперь я окончательно подхвачу материал, но еще не проматываю, оставляя его в таком положении. Промажем хорошо клеем и добавим наши блестящие элементы. Для этого я подготовил вот такой жесткий люрекс. И с трех сторон я его добавлю. Подровняли люрекс. Остатки отрезали, убрали. И теперь окончательно в этом месте я прихватываю весь материал в одной точке. Подхватили. Для изготовления тела я опять же буду использовать вот такую нитку, которая синтетическая, но она ровница. Я возьму также четыре пряди, подровняю их и закрепим здесь. Подхватили, закрепили. И в качестве сегментации тела я буду использовать... У меня есть вот остатки голографического такого широкого люрекса, который можно приобрести в интернете. Вот он называется вот так. Ширины его вполне достаточно для того, чтобы симпатично сегментировать нам тело. Теперь окончательно хорошо прихватим. Здесь мы еще будем с вами крепить элементы. Поэтому сейчас мы промажем немножко цевьё клеем и закрепим кусочек нашего вольфрамового электрода. Вот я подобрал вот такой кусочек, который как раз мне не мешает. Можно даже меньше, который мне не мешает для моего изготовления тела. Вот как раз хорошо этот вот кусочек. И теперь мы его подхватываем. Подтрамбуем немножко. И выровняем наше тело. Я сделал у загиба до обедового вот такую петлю. Вложил немножко щепоточку розового или красного меха, как вам будет удобно. Сейчас мы сделаем верёвочку и произведём намотку у загиба. Подровняем волосы. Оставляем такую опушечку. Остатки крепим. Остатки крепим. Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаем наш материал на место, подровняем и оставляем здесь. И теперь ровными, если мех нам мешает, можем его прихватить обратно прищепкой или как вам будет удобно. И по всей длине тела до загиба делаем обмоточку черной ниткой. Промажем место крепления клеем. И так как мне потребуется в дальнейшем черная нитка, я поменяю свою нить. Продолжение следует... Наношу пару капель лака. Чтобы удобней держался мой материал, больше не надо, потому что лак все равно здесь долго служить не сможет. Телекор И крепим, остатки отрезаем. Для того, чтобы изготовить дальше крыло, я возьму кусочек меха песца, так же как и в прошлом варианте черного. Но щепоточка уже будет несколько пожирнее, так как крыло нам нужно, чтобы было побольше глубины, большие. Убираем подшерсток, подравниваем мех. И место крепления я промажу клеем. Пока крепим на цилиндрической части, где у нас был закреплен кусочек вольфрама, устанавливаем и притяжной петлей прихватываем. Вот так. Прихватили. Теперь для того, чтобы мне изготовить опушку, сейчас мы добавим еще блестящих элементов, остатки. и нанесем немножечко клея. Для изготовления опушки я подготовил два перышка из скальпа петуха, вот такого рыжего и желтого цвета. Здесь же его будем с вами наматывать. Подготавливаем перышко. Петух. Продолжение следует... Пару-тройку оборотов будет вполне достаточно. Следим за тем, чтобы наши волоски не подворачивались. Все время их подравниваем. Вот как раз столько будет достаточно. Крепим перышко. Остатки отрезали. И теперь здесь, где закончилась наша рыжая перышко, крепим желтая. Продолжение следует... Также подравниваем наши волоски перышко. Продолжение следует... Как раз до пухового части нам как раз хватило. Крепим наше перо и остатки отрезаем. Вводим бородочки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подравняем... Подравняем наши перья. Продолжение следует... И как вы видите... Стример... Для больших глубин... У нас... Готов. Скроем головку лаком. Скроем головку лаком. Покажу вам. Вот. Скроем головку лаком. И вот его величина. Пожалуйста... Пожалуйста... Наш стример... Готов к работе. Вес его составляет... В таком... С такой огрузочкой... От 7 до 9 граммов. Благодарю за внимание. До скорых встреч.